Я бы хотел спросить. Мужчина и женщина находятся внутри самого человека. Мужчина и женщина находятся и в мировом Найбарухе. Мужчина и женщина есть в моей внешней женской части, которая во мне тоже есть. То есть здесь есть три места для мужчины и женщины, по крайней мере, как я это вижу. Я хочу в мужчине и женщине видеть соотношение получения и отдачи. Почему это так? Я хочу, чтобы у меня была подруга, которая была бы так вот просто. У меня есть Найбарух, я включен в группу, в мир. И у меня есть также... Практически каждый мужчина в мире может с тобой согласиться с легкостью. А женщина с твоей стороны скажет тебе, я хочу, чтобы мужчина был рядом со мной, чтобы все, что я говорю, он выполнял, я бы чувствовал, что он мой. Мое владение. Такого природа женщины. А природа мужчины быть свободным, когда он может идти куда хочет. И что же ты нам говоришь? Как мы можем обустроить все эти исправления, если мы не выставим это так же на материальном уровне? Где тебе надо над этим работать? Я включен в группу в Найбарух, и когда я занимаюсь распространением для 99%, это моя жена. Вот эти 99%, это пусть будет моей женой. Почему же ты не думаешь, что Творец тебе дает женщину материально? Он сделал мне, дал мне такое. Да, только ты говоришь, она такая сложная, что мне хочется начинать с чего-то более простого. С группой я иногда забываю, иногда нет. Про наши отношения я не очень им должен. Постоянно. Могу чуть-чуть убежать. Они не сидят у меня на голове, как жена каждый день. Я не обязан видеть их каждый день. Они не испортят мне настроение, как она может испортить. Я вижу, все меня понимают тут, да? Но мы должны понять, что так или иначе, это высшее управление, это вообще не женщина. Речь идет о Творце.